всем привет друзья меня зовут андрей и я очень рад представить вам к просмотру новый выпуск из рубрики где мы говорим коротко о технологиях и сегодня я хочу поведать вам про самый энергоэффективный электромобиль в мире экзимус 4 а также про дрон hybrids который установил мировой рекорд продержавшись в воздухе больше 10 часов ну что ж я желаю вам приятного просмотра усаживайтесь поудобнее мы начинаем в швеции прошел очередной ежегодный конкурс самых энергоэффективных автомобилей delzbo electric на котором уже привычно победила команда экзимус победа заслуженная потому что инженеры исхитрились обновить мировой рекорд они так делают каждый год но в этот раз едва не потерпели фиаско из-за пропущенного зазора шириной всего 8 миллиметров условия конкурса просты экспериментальное транспортное средство должно проехать по рельсам 3 километра 360 метров и провести груз эквивалентной массе 6 человек скорость движения значения не имеет главный параметр затраты энергии которые должны быть как можно ниже по умолчанию все претенденты ездят на электромоторах а искомый параметр рассчитывается как ватт часы на одного человека на борту команда экзимус начала участвовать соревнованиях в шестнадцатом году сразу установив впечатляющий рекорд восемьдесят четыре сотых ватт часа на человека это примерно равно потреблению энергии одной обычной фары в типовом автомобиле только здесь за счет такого ничтожного количества электричества машина едет и везет груз более трех километров в девятнадцатом году новый экзимус сумел достичь уровня 0,603 тысячных ватт часов на человека а нынешний рекорд составил уже 0,517 тысячных ватт часов на человека трасса для данного конкурса оборудована датчиками которые собирают данные два раза в секунду это и позволило выявить изъян в восемь миллиметров на одном из колес экзимус 4 из-за которого нарушилась сцепление с рельсами и произошел перерасход топлива на первом заезде колесо оперативно отшлифовали и электромобиль поставил очередной заслуженный рекорд и раз уж мы затронули тему рекордов давайте перейдем к следующей теме большинство современных беспилотников не считая сугубо военных моделей на электрической тяге имеют весьма скромный полетный ресурс как правило он не превышает 30 минут у их гибридных собратьев этот показатель значительно выше так квадрокоптер hybris 2.1 испанского стартапа квантаниум оснащенный гибридным приводом в стоковой комплектации смог продержаться в воздухе почти 4 часа и это все на одной зарядке еще в семнадцатом году его предшественник модель hybris 2.0 установила мировой рекорд 4 часа 40 минут феврале текущего года следующая версия почти вдвое перекрыла этот показатель и время составила 8 часов 10 минут но и он продержался недолго последний рекорд уже составил 10 часов 14 минут столь высокая продолжительность полета стала возможной благодаря 16 литровому топливному баку связки системой впрыска топлива испанской компании левхайзер hybris 2.1 весит 13 килограмм но при этом может перевозить до 10 килограммов груза или аксессуаров имеет крейсерскую скорость 50 километров в час и максимальную до 80 километров в час но это еще не все друзья напоследок я оставил еще одну интересную новость о которой не упомянул ранее harley девидсон готовится выпустить на рынок свой первый эксперимент в сфере электровелосипедов модель сериал 1 она появится в продаже уже в марте следующего года у данной модели будут толстые белые покрышки относительно тонкая черная рама кожаное седло и самое главное ременная они цепная передача название электробайка это отсылка к сериал нам бы вам прозвищу самого первого мотоцикла harley-дэвидсон выпущенного в 1903 году дизайн электровелосипеда призван подчеркнуть его сходство с далеким прародителем компания не раскрывает никакой информации о своем детище поэтому его возможностях остается только судить по фотографиям уже сейчас понятно что у электробайка будет центральный мотор внутренняя проводка тросов и проводов ременной привод интегрированная батарея и такие же элементы системы освещения harley-дэвидсон не показывают цену электро велосипеда но по разным оценкам она скорее всего окажется в районе нескольких тысяч долларов компания ожидает что рынок электробайка в сша значительно вырастет в ближайшие годы и намеренно занять на нем свою нишу конкуренцию мотокомпаниям на рынке электробайков составит и крупные автопроизводители на сегодняшний день разработкой или созданием электро велосипедов уже занимается бмв ауди mercedes-benz ford и джип наш выпуск подошел концу дорогие друзья я хочу поблагодарить вас что вы досмотрели его до конца обязательно поставьте лайк под этим выпуском подпишитесь на этот канал и поделитесь им с друзьями а также поставьте колокольчик чтобы не пропустить следующий выпуск также друзья я рекомендую вам подписаться на все наши полезные каналы ссылки будут в описании ну а я буду с вами прощаться еще раз спасибо большое за просмотр я желаю вам отличного настроения до новых встреч у меня